И снова пятница снова. Здравствуйте, привет, ботаник. Итак, очередная запись в мой ботанический журнал. И давайте посмотрим, что у меня произошло с моими адениумами. Смотрите, несколько дней и какая ботва. Какая ботва. Кому интересно, может посмотреть мои предыдущие видео, то, что я творил с адениумами. Они у меня были 4, до этого момента они были 4 месяца без грунта. Вообще без грунта. И вот, что с ними начало происходить. Моментально каудексы напились. Моментально. Это произошло за 2-3 дня фактически. Это моментально. Каудексы расправились и погнала ботва. Смотрите, несколько дней и какая ботва на адениумах. Поэтому хейтерам шалом. Все, кто меня хейтил по поводу выращивания адениумов. Что я их мучаю, что я их теризирую. Ребята, вот вам результат. Вот вам результат и метод, как нагонять адениумы на адениумах каудексы. И вообще, как их выращивать. Эти адениумы у меня вообще света дневного никогда не видели. Эти адениумы стоят у меня под лампами. И как только вот эта ботва поднимется немножко и начнет упираться в потолок, я их опять начну обрезать. Делать им обрезание. Потому что я хочу, кроме того, что я хочу нарастить вот такой каудекс большой, я хочу все-таки придать им какую-то вот, как вот этот, крону. Вот видите, я как-то разветвился он. И тут еще один есть, разветвился. А в остальном, вот абессумы, у них есть такая вот пигня нездоровая. Они гонят одну палку. Сколько бы вы его не обрезали? Одна палка, одна палка, одна палка. Но зато абессумы цветут красивее всех адениумов. Самые красивые цветы у адениума, это у адениума обессум. Те, кто хочет адениумы, но с большим, но с таким реповидным каудексом, приземистым, маленьким, тем рекомендую присмотреться в сторону адениума в арабикум. Адениум арабикум, у него вот такая вот репа, и сразу лезут, формируется крона с большим количеством веток. Есть еще адениумы минимум, которые очень хорошо, вот это самое, для выращивания, потому что я стараюсь, у меня как бы ограниченное пространство, но у меня адениумов минимум, у меня нету ни семечек, ни ничего у меня нету. Вот, это мои первые адениумы, которые я один раз посеял, и больше адениумов не сажал и не сел, потому что эти за все это время, у меня может быть помер один-два, может быть один-два померли, все, растут как на дрожжах, бурьян бурьяном. Чем меньше за ними ухаживаешь, тем лучше они растут. Растут у меня, они в моем субстрате, кокосово-прилитовый субстрат, сам делаю, по голландской технологии, вот, как голландцы делают, так и я делаю. И смотрите, растет, никаких у меня тут минеральных добавок, или там камушек, или еще чего-то у меня нету, никакой минералки, грунт, чисто, 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 кокосово-прилитовый. А ну сейчас, давайте вот достану один, и посмотрим на него по другим ракурсам. Вот, смотрите, какая надулась репка. А то, что было, вы помните, если не помните, посмотрите мне предыдущее видео, как раз видео высадки, когда я высаживал, и вот то, что сейчас произошло. Вот такой вот адениум. И смотрите, сколько я его резал, сколько резал, один срез, второй срез, третий срез, четвертый срез, пятый срез, и все равно гонит палка, 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 и никак не хочет ветвиться. Ну, буду резать еще, 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 пока он все-таки не станет разветвляться. Также еще можно делать, выгибать с адениумами, как бонсаи, ветки. Они довольно-таки эластичные и запоминают форму. Но я этим пока не занимаюсь. Мне самое главное сейчас нагнать каудекс. Каудекс тверденький стал. А вот это будем с кроной что-то думать, что-то думать. А если что-то появится мне интересное, то можно использовать как подвой. Смотрите, какая будет бутылка. Очень интересный будет подвой. Если у меня что-то появится интересное, можно использовать как подвой. Но это уже потом, не сейчас. Так что, как говорят в наших палестинах, хейтерам шалом. Все, кто кидал меня камнями, смотрите. На этом все. Коротенькие видео об моих адениумах. Ботва, трава, бурьян. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok